Привет всем! Как и было Говорина, первую встречу не нашелся. Нектор Дмитрий из одного очень хорошо известного наукомирада. В забеге участвовать не стал, потратил свое время на осмотр Ростовского Крымля. Надеюсь, что все понравилось. У меня все получилось, я улучшил свой шкорт на две копейки в минуту. Ничего особенного, но для меня приятное достижение. Дмитрий, поскольку хорошо знает эту тему, хочет нам рассказать про женщин, девушек в научной среде. Сам он, я так понимаю, почти кандидат наук. Не будем говорить каких. Расскажи людям, чего они не знают про женщин, девушек в науке. Так, конечно, затравки. Правильно я понимаю, что мужчины, которые крутятся в этой области, работают в научной деятельности. Причем и младший возраст, и средний, и старший. Это мужчины, скажем, скорее и достаточно скромные, условно говоря, ботаники. И, по идее, проблем у них в общении с женщиной должно быть больше, чем в среднем, скажем, по обществу. Что касается мужчин в науке, да, в основном, если касаться старшего поколения, еще советские люди, то в основном, да, люди именно, как ты сказал, как у нас принято говорить, это о лени и подкабучники. Но многие из них об этом прекрасно догадываются, и даже не то, что догадываются, а знают. При этом относятся к этому с юмором. То есть они не делают из этого трагедии. Они прекрасно понимают, многие из них, что они частично, как бы, выполняют требования к жену, но для них это не является проблемой. Те, кто остались сейчас в науке из старшего поколения, они очень преданы своему делу. Не знаю, хорошо это или плохо. То есть у многих из них каких-то других увлечений нет. То есть их увлечения есть, наука, работа. Их семейная жизнь у них, в принципе, есть, и она их не особо беспокоит. И касаться поколения помладше, между 40 и 50 лет, вот это мужчины, действительно, те, о которых можно сказать, что их там нет. То есть они пропали абсолютно. Если есть, то это... В смысле женщины или в смысле мужчины? Нет, в плане этого возраста. То есть у людей в плане возраста, там, примерно от 40 до 50 лет, это очень редкий случай. То есть если где-то есть, то очень мало где. Есть достаточно много сейчас молодежи возраста 35 и младше. Как раз наборы прошлых лет, позапрошлых лет, 10 лет назад, тогда как раз достаточно много людей пришло в науку. То есть уже после 90-х годов именно. То есть как раз-таки за счет массового выезда за рубеж в 90-е годы поколение 40-50 в науке достаточно редко присутствует. Более молодые уже присутствуют. И здесь уже нельзя так сказать, что все мужчины возраста 35 и младше, они все такие вот там ботаники. Далеко не всех. Много, в том числе и, так сказать, пренатуралы и террористы. Есть и вполне себе такие вот альфачи. Есть и обычные, среднестатистические, абсолютно мужчины. Среди них много, в том числе семейных. Женщин, можно сказать, что их в процентном отношении к мужчинам, конечно, гораздо меньше. Вы скажете, примерно пропорции, так, на глаз. А здесь следует сказать о том, собственно, кто у нас в науке работает. В науке есть, собственно, научные работники и, так называемые, ИТРы. Значит, научные работники – это, собственно, научные сотрудники, там, младшие наушные сотрудники. То есть от младшего научного сотрудника до старшего, главного и так далее научных сотрудников. А есть же, так называемые ИТРы. Это, в том числе, инженерно-технические работники. Это наша любимая бухгалтерия, конечно, и смежные области, то есть администрации. Вот в администрации, в бухгалтерии, там, конечно, одни женщины, но их учеными сложно, конечно, считать. Точнее, вообще, работниками науки их считать сложно. Но они, тем не менее, есть. А так называемые инженерно-технические работники, которые связаны именно с научной деятельностью, это таких женщин много. Например, разные лаборантки. Младшие научные сотрудники тоже занимаются примерно такой простой работой. Потому что сейчас почти всех пытаются брать на должности как можно выше, на которую только можно по должности. Потому что чисто из-за зарплаты. Да, такие, например, женщины, они выполняют свои простые какие-то обязанности, могут заниматься, выполнять простые опыты, проводить какие-то простые исследования. Опять же, цель им ставится выше, кто-то находится выше, за флабы и так далее. В принципе, работа на нижнем уровне в науке, она достаточно простая. То есть быть лаборантом это не трудно. Даже женщина, в принципе, может освоить работу с химореактивами, или даже освоить работу на каком-то достаточно сложном оборудовании. В науке достаточно редко встречается такая аппаратура, которая намного на порядке сложнее вождения автомобиля. Как раз таки в таких случаях, когда такое оборудование все-таки встречается, здесь уже женщин практически нет. Науку, в принципе, можно поделить на такие две глобальные категории. Это наука как рутина, это выполнение различных заказов, грантов, проектов и так далее. Это не связано с развитием, так сказать, научной мысли, это связано больше с развитием конкретной технологической детали или процесса. Обычно это связано с производством. Это обычно именно рутина, в ней участвуют как мужчины, так и женщины. У большинства ученых именно это и занимает их основную работу, потому что именно за эти гранты и проекты платят деньги. Здесь не нужно иметь огромные мозги, здесь не нужно иметь богатые компетенции, нужно просто освоить свою профессию. Те, кто приходят в науку, они двигаются с наших научных сотрудников и выше, потихоньку осваивают профессию свою и, в принципе, с годами не составляет никакой сложности выполнять какой-то тот или иной грант. И, значит, можно сказать, что в науке есть такая очень малая часть – это творчество. Это то, что мы привыкли считать, так сказать, наукой в быту, то есть именно движение какой-то мысли вперед, то есть создание того, чего никто еще никогда не создал. Даже мужчины этим занимаются крайне редко. Женщины этим не занимаются в принципе. Они, в принципе, не могут этим заняться, потому что это требует абсолютно иного подхода к самому процессу. То есть нужно гореть именно самим процессом выдумывания чего-то. То есть вот пришла мысль какая-то, например, записать ролик. Его можно записать. А можно провести какой-нибудь эксперимент. Он вообще, может быть, никак не связан ни с твоей деятельностью, он не связан с конкретно проектом, он не связан с какой-то темой, которую ты ведешь уже 10 лет. Это просто какая-то внезапная мысль, возможно, даже которая появилась на обсуждении с коллегами. Мы пошли ее проверили, были какие-нибудь эксперименты. Получили что-нибудь, может быть, действительно новое. Это что-то может быть революционным. Это и есть самая настоящая наука. Но чтобы проводить такие... А сам ты занимаешься какой-нибудь деятельностью? Рутинной или творческой? Скажем так, большинство работы, конечно, это рутина. Но в рамках выполнения своей кандидатской я, конечно, пытался отходить от рутины. Я часто нарушал требования своего руководителя. Шел своей дорогой, так сказать, даже в этом пути. В принципе, я благодарен своему руководителю на научной работе. Он это полностью поддерживал. К счастью, такие люди встречаются и поддерживают творчество. Ты не жалеешь сам, что направление такое выбрал? И не думал, именно науку вообще в целом. Если бы пришлось снова выбирать, пошел бы снова в эту же область? Поскольку жизнь еще только где-то в начале-середине, сложно сказать, пока не жалею. Ты как женщина, собственно, так понимаю, что... Ну, то, что они там присутствуют, понятно, я понял. Да, сейчас могу рассказать... Как они в личном общении? Пока без личного общения, скажу, что многие женщины приходят в науку для того, чтобы найти там себя мужа. То есть, как известно, зачем женщины идут в вузы? Чтобы найти там себя мужчину. Если там не удается, идут дальше, там, в эспирантуру или в вузы. Ну, до туда доходят единицы. То есть, в основном это женщины, которые не обладают какой-то шикарной внешностью, ну, возможно, они обладают бытовой полезностью. Но мало кто из мужчин рассказывает это. У нас многие женщины молодые, я имею в виду, там, до 30 лет примерно, скажем так. Ну, или в районе 30 плюс-минус 5 лет. Большинство из них на работе у нас нашли себе мужей. Или чуть раньше, чем на работе, там, может быть, в эспирантуре. И сейчас, богословенно, имеют по 2-3 ребенка. Но на работу после 2-3 детей возвращаются единицы. Реальные единицы. Там из 10, может быть, одна вернется. Насколько я слышал, большинство не останавливается, допустим, на двоих детях. Потому что за 3-е полагаются очень существенные бонусы от государства. Там землю дают, какие-то участки, деньги, экономические капиталы и прочее. В принципе, даже в науке они живут так не бедствуют. Имеют автомобили. Многие, помимо служебной квартиры, также могут претендовать и на покупку своей квартиры. Потому что за счет материальной помощи от государства имеют такую возможность. Мужчины не боятся связываться на работе. К сожалению, научные мужчины слышали про мюнтел и все, что с этим связали. Это абсолютно не значит, что они компетентны в быту. Зачастую даже наоборот. Если посмотреть на поколение старших советских академиков, не все, конечно, но некоторые настолько увлечены своей научной деятельностью, что в быту абсолютно непригодны. У них как раз таки бытом занимаются и их жены. Возможно, им от этого только плюс. Что можно сказать еще о женщинах в науке? Они достаточно низкопримативны. Если, конечно, не учитывать бухгалтеров. То есть они достаточно редко истерят. Они достаточно редко пытаются манипулировать. То есть у них рабочее общение идет как обычное рабочее общение. Иногда, конечно, что-то поскальзывает, но достаточно слабо. Личный опыт взаимодействия? Взаимодействия в плане работы, конечно, есть. Большой опыт. Особо нет разницы, женщина или мужчина. Если работает, выполняет нормальную свою функцию, так сказать, научную, то разницы нет никакой. Конечно, нужно понимать, что от женщины в науке требует чего-то большего, чем то, что она уже умеет. Ты точно знаешь, что она это умеет. Требует чего-то большего смысла нет. Тем более, многие из них уже имеют, успели родить одного или двух детей. Иногда еще продолжать пока работать до третьего ребенка. То они обычно очень мало времени уделяют работе. Часто отпрашиваются и уезжают пораньше за детьми и так далее. Часто не выполняют свои, так сказать, требования. Если просят что-то там написать, можно это вполне не сделать, ссылаясь на то, что нужно ехать за детьми. Ну а после третьего ребенка, как я уже говорил, мало кто возвращается вообще. В плане личного общения такого более тесного, так сказать, уже как мужчина и женщина, тут, конечно, все очень туго. Можно сказать, что из них многие именно стервы и б***и. Не как оскорбление, а как именно термин по вису Виталесу. Не противоречит того, что они не сопримативны? К сожалению, нет, это не противоречит. У них получается разделять работу и личное общение. На работе они себя держат, они себя контролируют. Они обычно ничего не проявляют. А в личном общении тут и манипуляции тоже рядом. То есть это женщины, которые все-таки не обделены разумом, все-таки умеют складывать 2 плюс 2. И манипулируют они ничего не хуже, а может быть даже лучше, чем какая-нибудь продавщица в магазине. Ну, то есть, скажем так, как вариант для устройства личной жизни, не важно, на краткосрочном периоде, в долгосрочном, не очень хороший вариант. Я думаю, смотря на что вам нужно. Если вам нужна семья, дети, количество трех штук, то женщина в науке, в принципе, может и вам и подойти. Конечно, антикетические экспертизы никто не отменял. Женщина остается женщиной, и не зависит мне от чего. Возможно, даже то, что она более-менее умная, позволит ей более умно скрываться. Возможно. Так что тут глаз в друг раз. Но многие, вот те мужчины, которые имеют такие семьи, они обычно не задаются вопросом. Я сам лично спрашивал, не хочешь ли проверить, а твои ли это дети. Они нет. Ни в коем случае не хотят. Даже если дети маленькие, там возраста 2-3 лет, они всегда верят, что они на них похожи, на отцов. Что я считаю крайне глупым. Поскольку люди, в принципе, друг на друга похожи. Очень многие, даже не родственники. В принципе, если вы точно понимаете, что вы хотите, то, в принципе, можете найти там свое. Но, как говорил мой собеседник вчера вечером, вряд ли вы найдете там Афродиту. Тоже неплохой вариант, если получается, из того, что я сказал, получается, что для долгосрочных отношений с созданием семьи, детей, они с ним в полно расправляются. Ну, как они там быту себя ведут, это уже отдельная песня. Ну, в общем, да, живут. Там же эти разводы часто встречаются. Вот, кстати, разводы пока не видел. То есть, почему для меня это было странно, поначалу услышать всю эту внешнюю тематику, о том, что у нас большой процент разводов, лично в своем окружении я разводов не наблюдаю. То есть, в науке разводов почти нет. Это достаточно редкое явление. Ну, возможно, дальше они будут, поскольку у нас наблюдается такое расслоение в поколениях. То есть, есть поколения старых людей, советских. У них тоже разводов достаточно мало. А в молодом поколении, ну, просто еще, может быть, не успели. Например, по отзывам одной мадамы, которая вот имеет трех детей, у нее есть сестры. Вроде бы они в науке не работают, и они разведены. Что, в принципе, этим женщинам хватает мозгов, чтобы не разводиться. Ну, я думаю, они прекрасно понимают, что с тремя детьми они уже никого не найдут. Женщины не останавливают, так что... Получается, почти, звучит как реклама. Два-три ребенка, и нет разводов, и в долгосрочных отношениях все хорошо. Опять же, это зависит от ваших целей. Вы должны четко знать, что, скорее всего, вами будут очень хитро-робно манипулировать. Вполне может быть. Потом очень сложно найти там, скажем так, сильно привлекательную внешнюю женщину. Ну, симпатичная, хотя есть. Но, опять же, на разный вкус кому что. Что касается краткосрочных, скажем так, или более легких союзов, да, там, на время, больше влияет ли на научную область так сложно, или то, что город маленький? Да, город маленький. В принципе, краткосрочных отношений иметь достаточно затруднительно даже. Так, знакомые террористы, в том числе кавказской национальности, данный город не рассматривают, в принципе, ездят в Москву, активно пользуются тиндерами и довольны жизнью. Важным еще является то, что люди, работающие в науке, то есть у женщин, работающих в науке, обычные мужья тоже работают в науке. Связано это с тем, что в науке достаточно стабильные зарплаты. На ранних стадиях научной карьеры, пока человек МНС, зарплаты, конечно, копейные. То есть зарплата МНСа там где-то от 10 до 12 тысяч, но может быть 15 сейчас, то есть не выше, тысяч рублей в месяц. Поэтому в основном люди кормятся с грантов, проектов, ну, с той самой рутины. Выполнять такие гранты, как раз таки у многих получается уже по достижении, по выполнению кандидатской, достижении по названию научного сотрудника, старшего научного сотрудника. Ну, то есть с возраста 30-35 лет вполне себе уже идут гранты различные, то есть это уже деньги достаточно существенные. Выше, чем в среднем по стране, но опять же, эта зарплата такая весьма нестабильная. То есть нужно крутиться, нужно вертеться, постоянно писать, 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 писать гранты, писать отчеты, писать статьи и так далее. То есть работа достаточно возлюбительная, непростая, но позволяет зарабатывать достаточно неплохие деньги по меркам среднестатистического россиянина. То есть зарплата, например, ученых в нашем городе считается очень неплохой и в 2-3 раза выше, чем в среднем по городу, не считая научных работников. Поэтому... То есть получается, только срешные связи вообще бесполезны, и для этого людей есть далеко-далеко, аж в Москву что-то такое, как в мире на фронте. Ну, в принципе, есть у нас там некоторые женщины, которые уже возрастом 30 и выше, которые еще и не замужем, доверитка не практикуют, краткосрочные связи. Но обычно такие женщины совсем не блещут внешней привлекательностью и вряд ли вообще их стоит рассматривать для краткосрочных отношений. Хотя кому как. Это, в принципе, такие типичные карьеристки. Кажется, вы и советались, было что-то про такой тип женщин? Я правильно понимаю, что ты сам себя ну, причисляешь, в общем, скорее к идеологии Мактава, да, там, какой-то из две. Ну, идеология Мактава – это весьма обширная. Здесь очень широкое ветвление идет. В принципе, можно себя к этому и причислить. Дальше я хотел уточнить, какая из веток, то есть, в перспективе, ну, видишь, там, более-менее постоянные отношения с женщиной, не знаю, там, уж совместное проживание разделено. Это второй вопрос. Или прямо то, что называется, монахи и так далее. Ну, на данном этапе я, в принципе, Мактава – монах. Это осознанный выбор или это, так сказать, стечение обстоятельств? Ну, изначально это было стечение обстоятельств. То есть, до моего знакомства с психотерапией, со всей этой МДшной движухой, это был естественный путь такого ботаника, как говорят, ботаник, задрот, фрик и так далее. Ну, часто таких называют. Но после знакомства с этой МДшной тематикой, это уже стало осознанным движением в этом направлении. Типа, нет, и не надо. Поскольку сначала была психотерапия, эта психотерапия как раз-таки переводит к оленизму. Прямо. В том числе у того же Бурхаева, у разных других психотерапевтов. При их лечении социофобии, лечении вот этих телесных зажимов и так далее. Такого классического, природного, скажем так, естественного. Никита у монаха, травоядного мужчину, как принято говорить, из него пытаются сделать оленя баба-раба. Начать ухаживать за женщинами, как-то пытаться с ними ознакомиться и так далее. Проявлять инициативу. Все, кто и есть классический оленизм. Именно на этом многие спотыкаются и таки возвращаются назад. И уже причем осознанно. В том числе и я. Я, например, четко понимаю, что двигаться по оленивому маршруту может быть было бы и приятно иногда, но большинстве аспектов не нужно и, в общем-то, совсем не интересно. А совсем не предлагал никто из психотерапевтов или специалистов, или, не знаю, кто нравится мне. Не предлагает какой-то средний вариант? То есть, хочешь сказать, что любое взаимодействие с женщиной автоматически равно оленизм? Или все-таки можно как-то это держать, контренировать? Вот именно среди психотерапевтов я такого не встречал вообще. Ни у Бурхаева, ни у кого-то другого. Только вот в Мектау-сообществе, в кастах различных, имеются такие размышления, что можно как-то и посередине быть. То есть, так сказать, первые стадии поднятия Мектау-философии. Есть нулевой, там первый уровень и так далее. Они, в принципе, подразумевают, что можно иметь различные отношения с женщинами, краткосрочные, долгосрочные, временные, постоянные. Тут, опять же, нужно понимать, зачем это нужно, почему это нужно, к какой цели это идет. Собственно, самое главное, обычный, это довольно для многих, это и представляет большую проблему. Для меня, например, тоже большие, до сих пор, большая проблема. Это понять, чего ты на самом деле хочешь. Ты ли этого хочешь? Да. Это и есть основной вопрос нашего бытия. Вопрос, в чем смысл жизни, это то же самое. То есть, понять, что ты такое, что ты хочешь вообще, зачем ты живешь, в чем смысл этой жизни, это все один вопрос. Просто многие не сдаются им, а просто поддаются инстинкту и идут движимо, как говорится, своей нижней головкой, подверженные инстинкту, двигаются в таком стандартном направлении. То есть, как говорил один, не помню сейчас, кто из Мехтаву философов наших, то ли переводчика, то ли, может, еще кто-то, говорил, что Мехтаву – это победа разума над инстинктом. Это вот точное определение. То есть, нужно контролировать свои инстинкты, нужно понимать, что в результате может получиться. К сожалению, сейчас мы очень живем в такое нехорошее время, когда можем не только заболеть лишними болезнями, но и целое государство со своими законами против мужчин, против нас и никак нас вообще не защитит ни от чего. Скорее наоборот. Это, в общем-то, достаточно печальная ситуация. Поэтому каждый раз, когда хочется вдруг пойти и познакомиться с какой-нибудь симпатичной женщиной, тут же вспоминаешь, что, во-первых, она может быть заражена чем-нибудь, а во-вторых, слушайте Михаила Ян, он об этом частенько говорит, а также слушайте Антона Сорочева. Тут уже чревато различными проблемами с законом. А найти такую женщину, с которой было бы точно все в порядке, это нужно долго искать. Можно, конечно, найти и в науке. Вполне можно, я думаю. Поскольку люди более-менее адекватные, способны думать головой иногда даже, может быть, даже больше в честь времени. В принципе, может быть, даже можно и договориться как-то. Ну и плюс, там ситуация выстраивается таким образом в науке, опять же, возвращаться, то достаточно неплохой заработок мужа, наличие большого количества детей, и жена, которая не работает, а сидит просто с детьми. Но при этом она еще тисляется на работе, поскольку декретный отпуск. В принципе, при таких условиях женщина будет сидеть дома и заниматься своими делами, если вы этого хотите. Но, опять же, никто не отменял и на других явлений. Может быть, скоро и будут у моих знакомых разводы, может быть, будет еще что-то. Если такое случится, то, как мы знаем, государство будет не на стороне мужчин. Тут, в общем-то, нужно думать. Нужно думать о своей безопасности, прежде всего. И потом, почему нужно ограничиваться только женщинами в науке в России? Например, многие ученые довольно-таки активно выезжают за рубеж. Одна из основных категорий граждан, выезжающих на постоянку за рубеж, это как раз все ученые. Кстати, очень многие женщины идут в науку для того, чтобы уехать потом за рубеж. Может быть, не все, но такой процент среди них достаточно велик. Для за рубеж женщины куда только не идут, в общем. Для этого не обязательно идти в науку, для этого много способов существует. Например, футбольный чемпионат. Ну, например. Но тут более стабильно. То есть, можно получить хорошую работу за рубежом, а там уже найти себе что-нибудь поинтереснее. Не как говорится, русского Ванька, а уже будет немца. Или француза. А есть шанс у мужчины одиноко уехать за рубеж? Да, конечно. Это зависит уже от профессиональной квалификации. Ученые достаточно востребованы во всем мире. Например, в 90-е годы у нас половина института, насколько я знаю, уехала в различные страны за рубеж. То есть, очень многие. Это была основная статья расходов, так скажем, в потерях научных кадров. То есть, очень многие уезжали за рубежи в Америку, во Францию, в Германию, в Австралию, в Японию, много куда. Сколько люди достаточно компетентные, они востребованы во всем мире. Конечно, зависит от того, в какой именно области вы работаете. Я правильно понимаю, что когда речь идет про иммиграцию, речь идет про какие-то там страны первого мира. То есть, Европа, США, Канада. Возможно это. Но возможно и страны... Будет ли там проще женщины? У меня вопрос. Или там будет наоборот сложнее? На этот вопрос я пока не могу ответить, поскольку на постоянку за рубеж еще не выезжал. Ну нет, позиция по женщинам как бы и ухлышался, понятно. А это более предположительно детей хочется? Лично мне вопрос сложный. Иногда бывают периоды, возникают автоматические мысли, а чему можно было бы там научить ребенка, сына, например. Но такие мысли кратковременные и достаточно редкие. Если подумать это в целом, надо ли приводить очередную жизнь в этот мир? Это вопрос очень сложный, очень дискуссионный и весьма философский. Любая жизнь, приведенная в этот мир, она будет страдать, будет болеть, будет мучиться, она будет умирать, возможно, в мучениях. Питерсон, например, считает, что это нормально. И Сиддхар, который в Будье стал, он тоже на этой бочке просветлился. Ну не знаю, где-то тот, до моего знакомства с психотерапией, эндотематикой со средней школы у меня постоянно были мысли, что лучше бы я не рождался, поскольку жизнь моя в детстве была очень тяжелая, в основном психологическом плане. Поэтому тебе нравится произведение «Похороните меня под плинтусом» или «Запринтус». Это шикарная книга. Причем, когда я ее читал, я даже завидовал этому персонажу основному, потому что у него была надежда. Тот персонаж хотя бы надеялся, что придет его мама и заберет его оттуда. Мне надеяться было не на кого. Конечно, у меня было не настолько жестко, но временами иногда настолько жестко. Ну, роли, конечно, выполняли разные персонажи, но подобный прессинг он имел место быть в моем детстве. То есть, я правильно услышал, что, в принципе, скажем так, если бы рождение детей не было связано с такими рисками, связанными с женщинами, конкретно, идущими от женщин, то вообще, говоря, идея не такая уж и плохая, в принципе. Ну, да, есть там шанс, что у всех есть шанс, что что-то там не пойдет пожить, но в целом, все-таки, что-то такое натуральное есть, да там, люди родственники не умирают. Например, что бы я хотел изменить, так скажем, в нашем мире, что бы я точно бы захотел иметь детей вот абсолютно и беспородно. Ну, как минимум, это поддержка государства именно меня, как мужчины, как отца, чтобы я точно знал, чтобы не было такого произвола в судах, как сейчас, что, в принципе, если бы я, например, женился, я бы женился не для того, чтобы разводиться, то есть, я бы хотел, чтобы это было на постоянку, навсегда, на всю жизнь. Я, в принципе, даже человек, в принципе, моногамный, однолюб, во многих планах, не только в женщинах. То есть, мне достаточно трудно отрезаться от какой-то одной женщины, даже от какой-то одной вещи, там, или магазина, например, любимого. Так что, хотя бы именно поддержки именно в этом плане, чтобы государство, например, поддерживало семьи в том, чтобы они никогда, в принципе, бы не разводились, чтобы это было бы общество порицаемо, чтобы это было бы невыгодно вообще никому. При наличии каких-то конфликтов, было бы лучше, чтобы их решали различным образом. Я недавно постил новости, там, были старые новости из Канады, и там были новые новости из штата, из одного конкретного штата в Индухе, по-моему, где приняли закон о том, что дети по умолчанию будут в случае развода делиться пополам время. Как это повлияет на браке, там, пока непонятно, конечно, но вот у тебя бы это влияло, если вот завтра утром в России приняли закон. И сказано, что в отсутствии там обоснованных причин, как то там, насилие, доказанное насилие, там, алкоголизм, не знаю, криминальная деятельность. В случае развода ребенок обязан проживать 50-50% времени с отцом, с матерью. Это бы изменило это твое отношение к браку? Я же здесь, мы рассматриваем вариант развода какого-то. Это, в принципе, мне не устраивает. Вопрос о запрете развода пока, по крайней мере, не стоит. Хотя, можно так и идти, я могу сказать, нет. Я, честно говоря, я пару раз слестывался с людьми, и в том числе, я, кстати, еще не публиковал эту часть, но мы тему обсуждаем дикси-форса. Я, собственно, настаивал на том, что слово «брак» не очень корректно употребляется по отношению к современной системе, она ничего общего с браком не имеет. Одно из фундаментальных свойств брака это нерасторжимость, собственно. Если мы нерасторжимость убираем, это тоже надо как-то назвать, но по идее браком это назвать уже нельзя. Это как-то круглый, или там, законный союз, там, не знаю, что-то такое. В общем, это не брак в его изначальном смысле. Зарегистрированные в государственном сожительстве? Нет, даже если бы оно было зарегистрировано, эти сожительства, например, брака не подразумевают. У нас даже в мере древних времен, там, да, у них, например, парни, живущие половой жизнью, автоматически считалось, что брак действительно. У нас ничего такого нет. Я к тому, что слово «брак» в современной системе вообще такое, ну, натянутый, скажем, очень. То есть, он так же относится к браку, как называть, например, тигром, кошкой, или кошку, маленький тигром, она не является тигром, она, кошка, это кошка. Туда говоря, что бы кошка не делала, она тебе не съест, она тебе может там пальцы откусить, тигр не так, так и брак тоже. Ну, мы имеем то, что имеем. Но, опять же, можно переехать в тот же Кентухе, где уже принят этот закон, или будет принят? Может быть, да, но как он повлияет, кстати говоря, на общий, там, блин, вот вопрос сложный, на самом деле. Например, я лично ожидаю, что там будет слеск ложных обвинений в насилии. Почти уверен, что это будет. Ну, в какое-то время, по крайней мере. Потом может человек еще обновесен. Это, кстати, одна из существенных причин нежелания связываться с женщинами. Это ложные обвинения. То есть, именно клевета настолько отвратительно, что это одна, наверное, из основных причин. То есть, ложные обвинения в насилии в любом его виде. Это абсолютно неприемлемо. Тут риск, который вот есть люди вынуждены. Мужчины сейчас пластмарно состоят, когда они просто вынуждены принять этот риск, сказать, да, я готов. Есть шансы некоторые, что это может случиться. Либо просто говорит, нет, я не готов к этому, тогда я, по крайней мере, женщины не проживаю. А на работе, не знаю, не остаюсь в одном помещении без свидетелей и без видеозаписи. Ну, благо, что у нас до этого пока не дошла. Оставаться можно наедине, даже без видеозаписи, даже без свидетелей. Нет, они сами это делают, потому что их обязывают. закрывать двери в коридор, когда они разговариваются. Да, я слышал, что там. Либо заставляют присутствовать кого-то из коллегжен с клубового помещения во время разговора. Тоже, конечно, не гарантия, потому что, например, эти две коллеги могут уступить в горы. Все. Все это накрывается. Нет, в России так не пойдет, поскольку, например, те же студентки, аспирантки, они активно пользуются своей привлекательностью для престарелых профессоров и используют этот навык, чтобы получать себя высокие базы. Так что для них в прошлое время про время учебы в ВУЗе? Ну, в том числе. А откуда эти данные о южной Тайне не рассказывают? Там я вчера... Нет, не рассказывают. Конечно, не рассказывают, но это наблюдается по косвенным признакам. Например, некоторые молодые преподаватели частенько, скажем так, постоянно были замечены в сопровождении двух мадамов студенческого возраста, каждый раз разных. И пойманы, и ложь. Так что нашим женщинам, в принципе, выгодно подобные взаимосвязи с профессорским составом в науке. То есть и в науке, и у птичек то же самое, и в науке то же самое, да? Ну, конечно. А по карьерной лестнице там движение? Ну, Но карьерное движение обычно идет благодаря связям родственным. То есть, это родители, какие-то знакомые родители и так далее. То есть, именно, чтобы женщина в науке пробивала себе вверх дорогу причинным местом, ну, это вряд ли. Это все-таки не политика. Здесь все-таки нужно хоть что-то продемонстрировать, чтобы получить ученое звание и ученую степень. Просто так не пробьется. Может, в гуманитарных областях проще с этим? Я вот в гуманитарных не работаю, не знаю. Может быть, и проще. Конечно, в технических науках все-таки женщины, которые поднимаются на высокие должности, именно научные должности, профессора, доктора наук, они все-таки что-то головой своей соображают. Ну, обычно, как я уже говорил, в рутинной области, то есть, какие-то великие открытия они делать неспособные, не могут. Даже наблюдая вот эти защиты докторских диссертаций, сделанных женщинами и учеными, понимаю, что уровень значительно ниже, чем у мужчины. То есть, какие-то прорывные дела они делать не могут, поэтому строить себе карьеру, в общем-то, некоторые строят, но скорее из-за зарплаты, может быть, просто кредеристки. И нет смысла лезть туда наверх, в науке. Это бессмысленно для женщин. И в чем видится спасение для... Если уж мужчины в науке склонны, скажем так, к анализу, к оценке рисков даже много больше, чем рядовые мужчины склонны, потому что они биологически... А вот, не все. Как я уже говорил, очень много у нас мужчин в науке молодых парней, такие женятся, заводят по многу детей, не от того, что они такие очень умные, а просто от того, что они обычные мужчины. Они вообще не отдупляют ситуацию с внешней тематикой и с законами и так далее. Ну, окей, скажем так, с твоей колокольной, опять же, как видится, то есть, в чем... Я лично, я пессимист в этом смысле, я не верю в какие-то перемены законов, пока какое-то не будет радикальное падение РД-вости, например, в разы. Я думаю, что никто не пошевелится, поэтому на протяжении нашей жизни и реформы, и МРА, там, участвовать можно, а надеяться на результат, я считаю, бесполезным. А все-таки в течение жизни короткое у человека вот это окно, которое там связано с сексуальной жизнью и размножением, оно довольно небольшое. Даже у мужчин не такой же большой, если подумать, активно, лет 20, если человек этим специально занимается и развивает себя, не скачается, здоровый образ жизни, но она у него будет не 20 лет, а, допустим, ну, за 35. Все равно это окно сроки небольшой, то есть в этот период надеяться на какие-то радикальные изменения законов нельзя. Где, так сказать, лучше надежды? Вот есть мнения, есть товарищи, которые, которые, продерживают идеи робототехники в этой области. И вот, ну, Ахтар-монахи, понятно, как бы, они просто, нет, мне интересно, я рекламировал товарища Веншина, на Веншин-1, на Ахтар-монахи Канал. К сожалению, только на английском языке вещает, ну, такой любопытный человек, просто профессионал, он рабочей специальности, но очень проблежатый в своей рабочей специальности. И человек, который стал Ахтару, до того, задолго, до того, как термин появился, Ахтару, просто, когда он появился, он сказал, да, это я, оказывается, там, лет 15, так же, в этом режиме, я принял для себя все эти решения, то есть просто решил, нет, я с женщиной, сейчас с ней буду точкой. Все. Не знаю, как у него, я не помню, что в последней, там, просто в психологической жизни говорил, вот все-таки, куда деваться, Ахтар-монахов, особенно в науке, в этой области. Во-первых, наука дает такую возможность, как творчество, ее, конечно, добиться трудно, поскольку большую часть рабочего времени занимает именно рутина, но есть достаточно много направлений, в которых творчество развито. Есть у людей возможность заниматься творчеством, а именно этого не хватает большинству мужчин. То есть на обычных рабочих специальностях творчества нет вообще. То есть у каких-нибудь менеджера, продавца, водителя, он просто занят своей деятельностью, он ничем не может заняться творчеством в рамках своей профессии. Ученые, к счастью, имеют возможность заниматься чистым творчеством. Это очень сильно таки позволяет забыть о различных бытовых проблемах, взаимоотношениях, в том числе с женщинами. Можно увлечься чем-нибудь своим, заняться интересными делами. Можно даже из того же творчества родить какой-нибудь проект большой, получить под него грант, еще дальше продолжать развивать эту идею и она будет поддержана. Так что здесь много таких хороших начинаний возможно. В науке возможно много различных положительных сторон. Все-таки относительная свобода, относительная свобода даже посещения работы, относительная свобода деятельности, возможность заниматься интересными делами. Конечно, не всегда, но чистенько. Можно просто не думать о всяких там женщинах, о семьях. Много нас слышно о том, что там даже про Пушкина, в том числе, Ганя Пушкин, все-таки умудрялся как-то совмещать все. В общем, говорят, что энергия, якобы, которая используется для творчества, энергия, которая идет на сексуальную деятельность, примерно одна и та же энергия, идет она из одного источника, ее можно канализировать. Да, делается это таким образом. Мы придумываем какую-то идею, любая наша деятельность, она связана, как известно, посовериливалась с тремя основными инстинктами. Возможение, еда и доминантность. Желание создать чего-то, чего еще никто до тебя не сделал. То есть открыть какой-нибудь новый элемент для ядерных физиков, открыть какого-нибудь нового жучка для антомологов. То есть сделать то, что делает тебя круче других. Это и есть как раз-таки основной двигатель науки. В основном, да, это выпендриваться перед своими коллегами, как это не банально звучит. Это доминантность. Выпендриться перед своими коллегами. Это от общей размножения, то есть стать еще более успешным ученым, получить больше грантов, стать богатым. Да, через науку можно стать богатым. И навороченные самцы более привлекательны для самок, как все знают. Так что да, именно таким образом и канализируется сексуальная энергия в науку. То есть можно добиваться внимания самок, ходя в тренажерный зал, накачивая мышцы. Можно заниматься бизнесом, зарабатывать большие деньги. Можно зарабатывать не такие, конечно, большие деньги, но в том числе зарабатывать научный авторитет, авторитет в обществе через науку. Конечно, здесь такой большой вопрос, а привлекательны ли вообще такие вот ученые для женщин? Ну, по крайней мере, такие мужчины материально обеспечены, по крайней мере, стабильно обеспечены, имеют вполне себя жоплощадь, многие имеют машины, автомобили, то есть это средний, такой уже средний, средний высокий уровень по современному обществу. Вполне себе привлекательны для женщин многие, именно благодаря этому. Часть методизма – канализация. Это, наоборот, использование, так сказать, как способа. А канализировать, я так понимаю, как раз когда человек не так более-менее отказывается, да, там, в суперсексуальной деятельности, направляет это все в творчество. А здесь уже сложно разобрать, что движет человеком. Именно просто желание разобраться в какой-то задаче, или все-таки желание через эту задачу достичь трех каких-либо инстинктов. Это такой, достаточно фосфовский вопрос, на него нельзя так однозначно ответить. Нас может занимать какой-нибудь вопрос, ну, банально, решаемый, ну, кроссворд. Какой-нибудь вопрос нас очень сильно заинтересовал, мы начинаем там копать интернет, что-то изучать, что-то стало интересным. Почему это стало интересно? Просто потому, что интересный вопрос попался к кроссворде, или все-таки мы постоянно связываем отношение этого кроссворда с достижением какой-то задачи, которая приведет нас к более высокому положению стаи. Я, например, читал и это проверенный факт, что степень привлечения, скажем, внимания компьютерной игры у многих людей настолько большая, что она, например, побеждает подростковое сексуальное стремление, даже подростковое. То есть, когда, ну, игра такое, которое никогда больше в жизни не наступит. Да, знаете? Конечно, если подумать, игра, как он же, она, в общем, не влечет никакого такого. Мне как же устраиваются иерархи там, скиллов, там, и какие-то лиги, там, уровни, там, не знаю, меньше и так далее. А когда в прямой, она все-таки никакие не прокачивают ничего, кроме единиц, там, двух, там, трех, тыли, как-то... Дело не в том, что компьютерные игры что-то прокачивают или не прокачивают. Дело в том, что в реальной жизни многие люди не могут никак ничего достичь, добиться, первым получить награду за какое-то достижение. То есть, в спорт идут к спорту, способны далеко не все, особенно те, кто занимается компьютерными играми или наукой. То есть, для спорта нужно иметь физиологическую предосположенность, не все на это способны, чтобы заниматься чем-то еще. Опять же, это непросто. Вообще-то тоже нужна, наверное, какая-то подеспомощность как-либо. Ну, не всегда. Савелик, ну, не кажется, что это такое, сказал бы. Это вопрос такой сложный. Наука, наука очень широко разнообразна. Даже не обладая какими-то гениальными математическими мозгами, можно найти такое применение о своем мозгу. Дело в том, что компьютерная игра позволяет молодому человеку получить возможность чего-то достичь. То есть, стать первым, лучшим в чем-то. Причем, достаточно простым образом. Ну, относительно простым образом. Поскольку, у молодых людей обычно тренируют так, что они должны достигать обычно чего-то либо в спорте, либо в учебе. А в учебе обычно все такие примерно средние в контингенции компьютерных геймеров. Как бы, неважно, пятерки там, не пятерки. Тут все примерно первые или все примерно равные. Здесь сложно как-то выпидываться. А компьютерная игра позволяет молодому человеку именно достичь чего-то. Хоть чего-то. Это неважно чего. То есть, здесь опять же идет взаимосвязь. Я чего-то достигаю, значит, я расту в этом обществе. Пускай это общество виртуальное, компьютерной игры, но тем не менее, есть свое сообщество, в котором такие игроки доминируют. Опять же, это иерархический инстинкт. Очень сильно влияет на поведение. Насколько я услышал, что, например, вот, скажем, люди типа Кушкина или художников, которые умеют что-то делать художественное, они вот имеют возможность канализировать общество художественное, там, в арт. А если человек такого математического склада характера, маточный, физик, математик, что в этом духе, химик, то, вопаде в науку, он, как бы, тоже получает такую область деятельности, в принципе, если он достигнет такой точки, то он сможет именно вот творить, что такое новое находить, пробовать там. То есть, такой, как бы, это арт для тех, кто не умеет рисовать, скажем так. Наука, как арт, не до нового, художественного таланта, да, ну, все равно он может рисовать, грубо говоря, математика, там, физика или там, биология, тоже годится для такого, ну, типа, как рисования, скажем, творческое. То есть, это тоже подходит как способ канализации тех, у кого, ну, не художественный, склад ума. Ну, в принципе, да, главное не зацикливаться именно на прямом достижении еды, размножения, доминатности, а использовать свой мозг для хотя бы косвенного достижения этих же целей, то есть, через, например, науку. То есть, вполне себе нормальный способ достижения доминатности через научные какие-то достижения, через научные исследования. Это одноременно и двигает общество куда-то двигает. Не факт, что к светлому будущему, но тем не менее. То есть, если человек к чему-то предрасположен, то есть, мозг у него как-то устроен, что из него что-то можно полезное соорудить, то нужно его, ну, не сказать, что нужно, можно его правильно направить, способствовать ему, его правильному обучению. Тем более, что сейчас простых рабочих специальностей много-то и не надо, тем более, робототехника скоро вытеснит обычные простые профессии, так что у людей много шансов пойти в науку. Правильно я понимаю, что получается, ну, получается, так для ботаника, особенно, который не очень расположен, скажем, идти там в вокзал, с собой делать вещи, там, пикапом заниматься, для него логичным и правильным будет вариант именно пойти в профессиональную научную деятельность именно для того, чтобы вот этот свой этот неудовлетворенный, там, не слабо-удовлетворенный половой инстинкт, как бы канализировать вот творческую деятельность в рамках науки. То есть, получается, подходящие вещи. Ну, здесь степень ботанистности еще тоже очень сильно влияет. Если настолько ботаник, что совсем ботаник и там очень серьезные психологические проблемы, то ему трудно будет именно развить творческий потенциал. То есть, творческий потенциал также связан с тем, что человек все-таки немножко должен раскрыть свои потенциалы и раскрыть свои эти психологические зажимы. Поскольку, почему получается такой вот зажатый ботаник? Потому что его с детства прессовали и запрещали развивать именно свое творческое начало. Если такой ботаник пойдет в науку, он там не сможет ничего достичь. Ну, может быть, сможет, но не факт. То есть ему придется точно так же развивать заново свой творческий потенциал. Может быть, получится, а может быть, нет. То есть здесь нужно именно что-то среднее. То есть ботаник, но не совсем задавленный жизнью и родительским воспитанием. Я как раз хотел спросить, если брать, наверное, конечно, трудно делать такие выводы по сравнительно небольшому количеству коллег, а все-таки в технической научной деятельности у мужчин есть какие-то общие черты, какие-то часто встречающиеся психологические проблемы. Которые выделяют именно научных мужчин, среди всех прочих мужчин. У всех мужчин есть проблемы, естественно, по всех областях. Но именно научные проблемы личного характера. Такие у них, скажем так, общие комплексы. Есть какие-то выраженные комплексы, которые свойственны именно людям, науке. Проблемы социального характера, личного характера, психологического характера. Какая-то, например, может быть, какая-то характерная семья у всех, родная из себя, где они выросли. Да вот такого как-то и не наблюдается. Люди достаточно разные, сильно разные. Есть и ботаники, есть и, как я уже говорил, натуралы. Конечно, по-разному они работают с нескольким, но площадь и потенциал могут развивать как одни, так и другие. Здесь уже сложно судить. Объединяет их, я бы сказал, то, что это все-таки люди достаточно умные, то есть это совсем не бызло. Это люди, способные все-таки что-то соображать и способные, главное, делать дело. То есть научная деятельность связана все-таки по большей части именно с рутиной. То есть эту рутину надо делать. Речить кандидатскую – это пройти несколько курбуфада. Токторскую, наверное, еще остальные все кургиады. Это достаточно сложно. То есть нужно все это выдержать. То есть нужно иметь определенную стойкость. Ну, в аспирантуре там немножко полегче, наверное, когда не надо одновременно и работать. Или писать по-неместку. А, например, можно сказать, что вот, ну, люди науки, скажем, скорее они имеют те проблемы в школе, про которых вот Михаил мне рано рассказывал. Или это не все касается. Вот просто наблюдая своих знакомых некоторых, как я говорю, вот этих е**ые террористов, я думаю, у них особых проблем нет. Хотя, пообщавшись с ними, я понял, что, например, свою сексуальную жизнь они начинали тоже не так-то уж и рано. Уже после 20-ти. То есть не в совсем юном возрасте. Это не те альфачи, о которых говорил Михаиле, которые там еще до похода в армию там по тысяче и с лишним женщин поимели. Это нет, это не такие люди абсолютно. То есть... Например, нет для них, ну, так как поступает самая необычная. Не характерно для них, например, там, классная мама и слабый папа или отсутствующий папа. Или там, не знаю, наличие совместно проживающей там бабушки, которые... Ситуации сильно разные, сильно разные. Здесь можно найти все, что угодно. То есть общее, в принципе, то, что человек получился вполне себе такой адекватный и социально приемлемый. Конечно, не все из них достигнут... Ну, сразу видно, что не все из них сразу достигнут именно успехов в творческой науке. То есть большинство из них все-таки действительно останется именно в рутине. Ну, так, к сожалению, большинство. Даже те, кто хотят именно заниматься творчеством, они остаются в рутине. Некоторые, да, которые уже погрязли совсем в своих семьях, они так и останутся, скорее всего, именно в рутине. Вряд ли не получится заниматься творчеством. Чтобы заняться именно творческой деятельностью, все-таки стоит оставаться одному. Потому что семья сожрет все, а семью надо кормить. А мог бы дать, я знаю, пару советов, если сейчас молодые люди будут это смотреть, которые, ну, выбирают свой будущий путь. И, в принципе, он мог бы выбрать научную деятельность. Какие-нибудь критерии, о чем ему стоит подумать, чтобы зависеть, чтобы решить, если это стоит в это идти или не стоит. Я думаю, если вам хоть что-то интересное из того, что вам когда-то рассказывали про науку, про физику, химию, биологию, если вам хоть немножко это интересно, попробуйте. Но, смотря какой у вас возраст, если вы еще школьник, попробуйте что-нибудь почитать, какую-нибудь энциклопедию, посмотреть какие-нибудь ролики с интересными экспериментами. Сейчас очень много разных видео с различными экспериментами, там, по физике, по химии, разных абсолютно направлений. Понравится вам вообще? Вам интересно этим заниматься? Сному сделать такие вещи? Сделать какую-нибудь электрическую установку или смешать какие-нибудь реактивы, или понаблюдать за какими-нибудь интересными животными. Попробуйте, если вам это интересно, идите без проблем. Но вы должны понимать, что каких-то прям гигантских денег и на раннем этапе вы не получите. То есть, какой-то более-менее стабильный доход будет не раньше 30 лет. То есть, нужно отработать науке, надо защитить кандидатскую это 3-4 года, а то и больше. То есть, эта работа такая иногда неблагодарная, часто рутинная. До творческого потенциала здесь нужно еще дорасти. До возможности реализации творческого потенциала. Да, когда я начинал, было достаточно скучно, иногда сложно. Иногда непонятно вообще, зачем все это, что это происходит. Но когда начинаешь разбираться, глубже начинаешь все понимать, становится намного интереснее, гораздо. А уж когда появляются какие-то гранты, то есть, появляются уже хоть какие-то денежки, становится совсем весело. Да, конечно, можно посмотреть на программистов, которые уже чуть ли не со школьницами имеют огромные зарплаты, но не всем интересно программирование. Во-первых, программирования, например, тоже много, рутина, и в основном там одна рутина. Смотрите, что вам интересно. Если вам нравится программировать, и абсолютно не интересны никакие эксперименты, ну идите программировать. Если вам вообще ничто неинтересно, а интересно водить машину, работайте водителем. Старайтесь заниматься тем, что вам именно нравится. Если будете всю жизнь заниматься тем, что вы ненавидите, счастливы вы не будете. Независимо от того, даже если у вас попадется хорошая самка для создания стабильной семьи, большого счастья у вас в жизни точно не будет. Как будто Уоррен Фаррелл подметил свои книжки, собственно, мужчины, обычно, подавляющее большинство мужчин, они не идут на работу с тем, чтобы получать это неудовольствие. Мужчины на работу идут, чтобы получать там деньги встанут. Да, это проблема нашего общества. Я бы все-таки советовал молодежи идти на работу за тем, что там можно сделать что-то интересное. Кстати, товарищи, у вас вопрос, который, например, Уоррен Фаррелл в зал задает. Я могу двух вариантов задать. То, что он спрашивает в зал, наверное, самые шокирующие вопросы из всех. Зал был поделен на две половины, он пересадил женщину в одну сторону и мужчину в другую. Задавал вопросы, просил вставать тех, кто, значит, да, нет, вопросы, чтобы он оценивал примерно процент. И, по-моему, самый шокирующий вопрос, когда он задал вопрос, это встанет ли те, кто не стал бы работать на своей работе, если бы имел такую возможность. И когда он вопрос задает, встает практически 100%, кроме двух мужчин в зал встал. Они не стали бы работать на своей работе, если бы это не было оправданно финансовыми компенсациями. Их какие-то две-три женщины устали. Самые шокирующие, наверное, перевез в зале. Если тебе этот вопрос задать, ты бы стал работать на своей работе, если бы это не было подкреплено деньгами. Если бы приходилось заниматься только рутиной, и эта рутина не была бы подкреплена деньгами, может быть, даже и нет. Если бы была бы только рутина, без какой-либо творческой возможности, может быть и нет. Хотя, учитывая нынешнее экономическое состояние страны, даже при отсутствии материального компенсирования грантов, в науке все-таки есть какой-то минимальный оклад. Да, он крохотный, он маленький, но он позволяет хоть как-то выживать. Так что, если выбирать между нулем и окладом научного работника, то оклад научного работника выше, чем ноль. Стал бы я терпеть всю эту рутину, если бы вообще ничего, не платили бы никаких ни грантов, ни премий. А есть такая ситуация, что от большей части рутины можно отказаться. В науке можно не делать ту рутину, за которую не платят. Ну, что-то придется делать иногда, но многие ее не делают. Я, например, стараюсь ее избегать, неоплачиваемой рутины. Потому что это неинтересно, это нефактично. Вот то время, которое я бы потратил на бесплатную работу, на рутинные каких-то заданиях, не могу потратить на себя, на занятия творчеством. Я переформулирую так, как я. Мы с самой старшей временницей обсуждали ее выбор профессии. Там она там, ну, перебудьте очень мучиться. Я ей не интересовался на уровне фаррала, я ей пересказал некоторые идеи из тех, что там лица и доносит. Я ей спросил, что интересно было бы там мужчин и женщин поспрашивать. И именно это донес мысль, что мужчина и женщина разные выбираются в пути, потому что там разные критерии руководствуются. Я сказал, представь, что ты не должна зарабатывать деньги, у тебя нет такой необходимости, ты можешь не ходить на работу. Первый вопрос, ты пошла бы на работу, которую ты сейчас выбираешь? Она так задумалась. Второй вопрос, куда бы ты пошла в таком случае? У тебя нет проблем с никакой. Вопрос, денежный закрыт. Пошла бы куда-нибудь, если бы с какой-нибудь день заниматься, куда конкретно, надо этим подумать. Ты бы пошел, если бы не нужно было решать денежный вопрос. Завтра утром, допустим, вопрос с проживанием закрыт. То есть, ну, нет проблем. Есть там еда, есть кровь над головой. То есть, все достаточно. Вы ушли на работу на свою. Ну, подобный вопрос мы обсуждали с одним коллегой. Я ему говорил, что, в принципе, сначала я бы ушел бы в отпуск достаточно длинительный, чтобы просто отдохнуть с этой нервотрепки. Да, нервотрепка тоже присутствует в работе, особенно когда пишешь кандидатскую. Но потом, почему бы и нет, можно и вполне поработать. У меня много интересных задумок, есть некоторые интересные направления. Ну и потом, в процессе отдыха, я бы наверняка придумал бы что-нибудь еще. Там много чего можно сделать. То есть, получается, как раз один из тех, кто не встал бы на вопрос в органов, в органах, в органах, остался бы на своей успехи. Если бы выиграл, как он говорит, он так формулировал. Если бы завтра выиграл в лотерее, вот продолжили бы заниматься тем, чем занимаетесь. То есть, ты бы продолжил заниматься тем, чем занимаешься. Ну да, но с поправкой, что именно рутину я бы уменьшил как можно меньше. Рутину ушел бы в творчество. Да. Научная деятельность позволяет иногда такое делать. Может, это слишком громко назвать такую ситуацию, счастье. Но определенно в ней что-то от счастья есть, я бы сказал. Есть чего-то, чему поучиться, чему планировать. Насколько я понял, счастье – это когда все первичные инстинкты закрыты. То есть когда есть еда, наличитует размножение, даже во втором поколении. Есть доминантность, определенное положение общества. Что нам позволяет наука? Она позволяет нам закрыть еду, она позволяет нам иногда закрыть доминантность. То есть если поработать, можно стать хорошим учетом. Но надо работать, конечно, достаточно долго и упорно. Просто так хорошим ученым не будешь. Причем работать надо серьезно, а не имитируя какую-то деятельность. Хотя некоторым удается имитировать. Такие случаи тоже бывают. А вот размножение, научная работа никак не поможет вам решить. Ну только косвенным способом через достаточно неплохой в среднем по стране заработок. Может быть. Если вы именно рассматриваете научную женщину, опять же, может быть, может быть. Но не факт. Вопрос такой достаточно дискуссионный. То есть, а будет ли мужчина счастлив, если у него нет под боком самки и детенышей? Не знаю. Если он очень сильно углубился в свою науку и полностью занят творчеством? Может быть. Но иногда, я думаю, все-таки будут пробиваться вот эти инстинктивные позывы, что надо размножаться. Сверждение мы все-таки обезьяны. Инстинкты очень сильны. Полностью их задавить очень проблематично. То есть, многие пытаются, особенно в движении Мехтау, но это связано, опять же, с большими умственными затратами, с большими переживаниями постоянно. А что если бы, а возможно бы, а может быть все-таки. Что вопрос сложный, нельзя на него дозначь ответить. Ну ладно, как пища для размышления жизни, для ботаников, ну или для тех, кто на крае находится там, между ботаником и, возможно, ученым. Я думаю, что это будет интересным материалом для обдумывания, для медитации. Так что, за это спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо, что пригласили на поездку. Было очень интересно. Всем Ростов. Всем пока. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok